И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик непосредственно посвящен нашему хопперу. Наконец-таки я могу подвести свою определенную черту, имея уже какой-то определенный опыт, немного больше покатав на этом корпусе. Хотел бы рассказать немножко больше про него, немножко больше по поводу того, что я заметил за данным корпусом в последнее время, ну и почему я считаю, что это сейчас самый жесткий корпус в матчмейкинге и по сути сильнее корпуса, чем данный корпус, у нас по сути вообще в принципе нет. Начнем, наверное, давайте с того, в чем его суть, в чем его приоритет, да, то есть у нас уже на канале выходило порядка двух, может даже трех видеороликов, посвященном данному корпусу, там где-то я с кризисом катал, где-то еще с чем-то. Но тогда я не катал на этом корпусе полноценно какой-то определенный период времени в боях, я не тестировал его на постоянной основе, это был корпус, на котором я мог, например, там по панчику для вас записать какой-то определенный видос, например, с кризисом, либо какой-нибудь там типа нарезочки записать, еще что-либо. Но сам корпус без данного дрона кризиса я в расчет не брал. Не знаю почему, не знаю почему, хотя у меня был как минимум один, может даже два человека, которые говорили, что играя на кризисе, играя на кризисе, я почему-то на нем... Ой, вернее, не кризис, а на копере. Я почему-то на нем не играл, как-то не делал на него акцент и думал, что, ну, без кризиса он такой себе, не особо нагибающий и не особо уж он как-то выделяется, да, там не сильно он нагибает, да, то есть как бы овердрайв, там этот прыгучесть есть, ну а так типа фигня полная. Как вы знаете, эксперимент-то у нас в танках дал x2 хп, и я считаю, что именно это обновление вывело данный корпус на новую планку, на совсем другой уровень, да, и непосредственно после именно данного обновления, я считаю, что этот корпус вышел на свою пиковую, наверное, форму и пиковую имбовость, да. Я бы, наверное, даже ее сравнил с той имбой, которая была у нас связана с корпусом Хорн. Но здесь, конечно, сама физика, сама, как бы, механика и свойства данного корпуса совсем-совсем другие, но это, сути дела, не меняет, что тот корпус был имбовый и на нем можно было делать большое количество киллов, то на этом корпусе, например, можно не делать, например, такое большое количество киллов, потому что у вас не получится этого сделать, зато у вас есть отличная возможность доставлять большое количество мячей, флагов за довольно короткий промежуток времени, при этом довольно беспрепятственно и грамотно обманывая любого противника. Что касаемо плюсов и минусов, то по этому поводу, я думаю, что мы тоже пройдемся сегодня. Мне хотелось бы рассказать побольше вообще про этот корпус. Я все-таки пока что не знаю, да, останется у нас эксперимент данный из X2 HP на постоянной основе в матчмейкинге. Если же он, ну, понятное дело, что его откатят через пару дней после выхода данного видеоролика, но будет ли возвращен данный эксперимент на постоянную основу, пока что никто не знает, да, откатят обнову обратно на какой-то промежуток времени, а потом вдруг опять X2 HP сделают. Если же данное X2 HP сделают, то я могу смело сказать, что это лучший корпус, который есть на данный период времени. И с X2 HP ни один корпус не сравнится с хоппером. Единственный корпус, который может его законтрить, это... Какой корпус? Правильно, это тот же самый хоппер. То есть вас может законтрить только хоппер. Ну и, понятное дело, там, исключением могут быть корпуса, которые, там, будут иметь иммунитет от оглушения, например, там, хантер какой-то с оглушением, но это уже, как бы, знаете, такая непосредственность, да, то есть это, как бы, даже нельзя считать за минус, да, то есть это, как бы, иммунитет и свойство, за счет которого вы, как бы, можете хоть как-то немножко бороться с хоппером, но это, знаете, так, чисто, ну, на полшишечки, да, как бы, у вас там будет какой-то шанс что-то сделать, но не более того, да. Что касаемо овердрайва, я могу с уверенностью сказать, что он корпусу придает особую имбалансность, да, то есть не было у нас в игре никогда такого овердрайва, который мог бы прыгать, перелетать все танки, и даже в той ситуации, когда у вас, как бы, уже, там, и хп мало, и вы, кажется, что, там, стоит 25 тысяч деферов, и вы думаете, что вы уже ничего не сделаете, вы просто нажимаете на одну кнопочку shift, перелетаете все танки, залетаете сверху, и, например, там, ставите мяч, ставите флаг через верх, просто прижимая, как блинчиком именно противничка, и все, все легенькое, вообще просто хоп-хоп, запрессовали одного, второго, третьего, и легонечко ставите один мяч, другой мяч, третий мяч, плюс еще, ко всему прочему, хопер, контрит, овердрайв, хантера, который может, например, на вас его прожать, вы сразу же в этот же тайминг нажимаете shift, хоп, контрите его, овердрайв сбивается у хантера, пропадает до нуля процентов, а вы просто подлетаете вперед, и у вас, как бы, ничего не законтрит, но, есть, конечно, одно исключение, это, как я уже говорил, иммунитет от оглушения, это, ну, одна вещь, наверное, которая только может законтрить, если у вас ее нет, то считайте GG, сразу, вы приплыли, но, а если, например, у противника есть иммунитет от оглушения, то мой вам совет, просто возьмите фреза, возьмите фреза, и он либо снимет сам иммунитет от оглушения и возьмет иммунитет от заморозочки, но, если не возьмет, то, значит, будет стоять АПК весь полноценный бой, и у него там возможности особо никакой не будет. Дальше, что касаемо овердрайва, я сказал, свою точку зрения, да, это, ну, юлта имба, что касаемо самого, как бы, корпуса, это понятно, но, почему я раньше не придавал такое значение данному корпусу, почему я не считал, что он настолько имбловый, почему я думал, что он находится в каком-то определенном среднем балансе, и все, да, то есть, понятное дело, что там с кризисом он имбовал, и в этом плане, типа, там даже, как бы, и близко не стоит ни один другой корпус, как по мне, но, почему я думал, что он не нагибает? В связи с тем, что я играл раньше на хоппере с клавиатурой. Это совсем другой геймплей, совсем другая игра, и препятствия вы преодолеваете с совсем другой сложностью, то есть, вы врезаетесь постоянно в какие-то стенки, где-то дрифтуете, где-то за счет этого у вас там где-то кто-то догоняет, вы не можете обойти там противника, но, что касаемо игры на данном корпусе с мышки, то это совсем, совсем другой геймплей, который, конечно же, дает дополнительный бонус. Данный геймплей является для меня, наверное, уникальным, я ничего раньше подобного не видел, и, сделав его таким, он, с одной стороны, уникален, интересен и, с той же стороны, имбовый, но, с другой стороны, если ты начинаешь думать о том, как законтрить это дело, то в голову у меня каких-то мыслей прям гениальных не приходит. То есть, нереально жесткий стрейф, которым можно обмануть всех, да, можно быстро и резко стрейфануть в одну-другую сторону, проехать мимо какого-то танка, да, объехать танки, и, ну, в общем, ну, это лютая тема, которая дает дополнительный бост еще тому же Хопперу, который и так имеет хороший суперский овердрайв. Плюс ко всему этому корпус летающий, соответственно, если вы правильно стрейфите, то под все те танки, которые примерно по высоте являются, как бы вам сказать, ну, не столь высокими, наверное, да, то есть, из высоких танков у нас что имеется в игре, да, то есть, тяжелые и плюс диктатор, да, то есть, из средних. Все остальное является такими, которые, под которые можно, на которые можно залезть Хоппером, да, то есть, вы боковым любым стрейфом можете спокойнейшим образом залезть на этот танк. Ну, и понятное дело, что вы можете также залезть с любого подъема, если вы будете там спрыгивать, то вы уже как бы будете выше, да, может быть, даже и выше какого-то там Мамонта определенного или еще кого-то. Если вы думаете, что это все плюсы, то я вам скажу еще один плюс. За счет данной механики на мышке у вас есть еще одна дополнительная функция залазить на любые боковые стеночки, которые стоят не под углом 90 градусов. То есть, любая стенка, которая стоит под углом 60, там, 70, где-то, да, получается, градусов, может, чуть больше, там, не знаю, 75, короче, около этого, да, дает возможность залезть в Хоппер. В одной из каток здесь, к слову, будет что-то подобное, если я не ошибаюсь, можете тоже это увидеть, если еще не видели, но, в принципе, это уже как бы обыденные, наверное, вещи, которые также дают дополнительный плюс, да. Бывают разные ситуации на карте, бывает, где-то вам надо резко обойти, там, противника, и можно за счет этого принять какое-то новое, гениальное, определенное решение. То есть, при любом раскладе Хоппер дает дополнительную вариативность, то есть, то, чего нет у другого корпуса. Вы не можете на другом корпусе залезть на стенку, объехать за счет этого противника, либо, там, обмануть всех, залезть на них, как-то еще что-то сделать. То есть, такого нет нигде, абсолютно, да. И, когда я первый раз это увидел, я, ну, как бы, знаете, не посчитал это какой-то имбой, да, то есть, мне показалось, ну, и что, ну, он залазит и залазит, все равно бестолково там, типа, ну, ты залез на эту стенку, ну, и что, и понт от того, что ты залез на эту стенку, типа, тебе это никакого преимущества не дает, да, залез ты и залез. А когда я сам поиграл, подумал насчет того, как можно это, например, реализовать, да, то есть, можно, например, там, тот же условный мяч в регби взять, вы видите, что большое количество, там, противников на карте, вы видите, что вам не дадут его поставить, там, например, у кого-то овердрайв есть на какого-то мамонта, там, или еще что-то, да, и вы понимаете, что, если вы будете просто ехать, плыть, да, на корпусе, то вы не поставите никак. Так, именно в такие моменты можно воспользоваться любой стеночкой, да, например, на Рио есть такой же, вот, как вы видели, там, справа был бортик, ну, сейчас я еще буду проезжать мимо него, серенький, да, то есть, на любой серенький бортик вы можете через него перелить, да, например, на Рио за одну базу, если противник стоит на точке, вы можете залить бочком аккуратненько на такую стеночку, да, вот, которая вот спереди находится, и за счет этого просто над танком проплыть и поставить еще один мяч. Поэтому я не то, чтобы, знаете, переобулся, да, то есть, я говорил, что там Хоппер не является такой жесткой имбой, я, наверное, просто не был осведомлен тем, что из себя вообще полностью представляет данный корпус. Моя ошибка была в том, что я не поиграл на нем на мышке должное количество времени, и не потестировал все это дело, да, если бы я поиграл бы, я уверен, что, ну, типа, я бы все это видел, я бы все это знал, и, понятное дело, что поменял бы уже бы и свое мнение по этому поводу, и начал бы играть раньше на этом корпусе, да. Но я почему-то считал, что он не находится в столь лютом балансе, и мне казалось, что Хантер спокойнейшим образом может сконтрить данного Хоппера, и также успешно противостоять что-то, да, как бы противоборствовать, да, таким Хопперам. Но, по сути, если вдуматься во все те преимущества, которые имеет данный корпус, и чем его можно контрить, то я могу единственное сказать то, что совсем скоро будет большое количество Хоппера в боях. Как только игроки начнут понимать, как это было с Харьком, довольно длительный промежуток времени, вот так вот именно можно залезть на стеночку, да, если бы там, например, по мне Гаус целился, я быстренько залез на стеночку, чтобы он не мог целиться. Ну и как бы вот так вот получилось. Легко залазишь, легко вот так вот еще Хопп, пролазишь мимо танка, потому что ты летающий корпус, который... Ну, я короче, ну тут говорить нечего, да, это дикая имба, дикое имбище, и скоро все будут кататься на нем. Это определенно новый геймплей, который я советую всем опробовать, и даже те, кто считает, что этот корпус говно, дерьмище полное, что он там, типа, вам не нравится. Просто купите, поиграйте. Пока он нагибает, возьмите, прислушайтесь, покатайте, купите, кайфаните. И я тоже был тем сторонником, что, ну, он там, типа, с кризисом, понятно дело, там нагибает. Без кризиса, ну, такая шляпа, типа, да, то есть там, ну, его там законтрить можно, и все такое. Но, поиграв больше, рассмотрев лучше, да, я понимаю, что это корпус, лучше которого сейчас нет вообще абсолютно. Да, то есть, я отлично понимаю, что если этот корпус продержится пару-тройку месяцев, например, в балансе, да, да, даже, наверное, после Нового Года уже, когда ребята закупятся, уже станет все совсем по-другому, то, как бы, ну, мы будем видеть в катках по пять хопперов, по, там, я не знаю, сколько, по четыре, да, хоппера в бою, и это будет норма, абсолютно норма, да, то есть, никто не будет этому удивляться, как это было, например, с харьками, да, помните, когда вулкан, например, тот же нагибал, да, играли, сколько на хорен это вулканах типов, да, то есть, когда это уже продлилось, какой-то определенный промежуток времени, то есть, и к этому хоппер тоже придет, вопрос только лишь в другом, когда занерфит этот корпус, когда его нерфанут, когда с ним сделают тот самый баланс, который нужен, да, при том раскладе, что я уже знаю, как этот корпус можно спокойнейшим образом занерфить, вот вы сейчас тоже видите, как Хантер прожимал овер, и я просто прожал свой овердрайв, овердрайв, дабы законтрить его, и спокойнейшим образом еще застопить, сбросить с него мяч, и полноценно, как бы, выиграть данный игровой момент на карте. Поэтому, что касаемо минусов, ну, я остановился лишь на том, что можно бороться иммунитетом от оглушения, да, можно хоть как-то препятствовать этим, данному корпусу, тем же Хантером, да, например, либо же Викингом, да, который будет прожимать овердрайвы, но нужно понимать, что овердрайвы-то у вас не вечные, у Хопера он копится быстрее, и его функции, его свойства работают намного лучше, да, то есть за счет одного прыжка можно сделать определенный пируэт на карте и реализовать на 100% свой корпус, что вы не сможете сделать на том же даже Хантере, Викинге, да, в определенных моментах у вас, вас могут легко законтрить, чего не сделают с вашим Хопером, поэтому мой вам совет, поиграйте пока, но я хоть и кайфанул уже и кайфую дальше, играя на этом корпусе, потому что, ну, у меня всегда новые вещи, которые реально заходят и которые мне нравятся, они мне придают дополнительный буст, играть в игру и как бы экспериментировать, придумывать что-то новое, да, то есть я не любитель, знаете, по дефолту катать, ну, то есть имею в виду вооружение, типа это все и GG, но именно сам геймплей, да, сам план на игру я люблю как бы модернизировать, рассматривать в разных моментах, да, придумывать какие-то дополнительные фишки, за счет которых можно более качественно реализовывать данный корпус, поэтому катайте, но я скажу вам так, что это дичайшая имба, дичайшая просто имба, которую нужно нерфить, и если ее не занерфят в ближайшее время, я в этом уверен практически на 100%, что я в ближайшее время его не занерфил, потому что еще довольно маленькое количество его купило, то их будет много, их будет определенно много, и совет мне, да, то есть мой совет вам, да, если это ваш первый корпус, то желательно сделать его как можно быстрее, да, чтобы у вас была возможность, ну, то есть я имею в виду первый корпус фуловый, да, то есть сделать его как можно быстрее, чтобы вы успели как можно больше нафармить, нафармить на нем на другие корпуса, если же у вас нет возможности быстрой покупки, либо, если вы рисковый чел, то рискуйте, не зная того, когда занерфят его, да, потому что все мы с вами не знаем, это лишь мои догадки, то, что там его занерфят в ближайшее время, а вдруг там его не будет нерфить, да, потому что его еще мало кто купил, да, рискуйте, если не хотите рисковать, у вас это единственный будет тогда корпус, который прокачан, да, или у вас нет никакой другой альтернативы, и вы думаете, что купить, и не хотите рисковать, то не рискуйте, но тогда страдайте, просто страдайте, пытайтесь что-то как-то контрить, эти хопперы, либо не играть в этих режимах, где хопперы нагибают, да, что касаемо нагиба, то я могу с уверенностью сказать, что этот хоппер не будет работать так эффективно в контроле точек, в той же там ТДМ-очки, да, в Джиггернауте, понятное дело, да, поэтому играйте тогда другие режимы, но что касаемо регби, что касаемо захвата флага, что касаемо штурма за атаку, то тут, ну, просто, берите хоппер, разваливайте кабины дешевые, учитесь играть, я, с одной стороны, могу сказать, что это очень легкий корпус, да, и ничего там сложного нету, но с другой стороны, если вы будете играть против более опытных игроков, которые уже больше разбираются в этом корпусе, они смогут вам показать, что даже такой, по сути, не сложный овердрайв, не сложный корпус, может быть реализован совсем по-разному, да, и он может быть реализован как плохо, так и отлично, да, за счет каких-то своих определенных мувов, которые видит игрок, и если вы будете играть прямолинейно и глупо, то, скорее всего, у вас просто переиграют, за счет, например, каких-то перелезаний через стеночек, какие-то микромоменты будут выигрываться через подъемы, через быстрые подборы мячей, да, то есть, понятное дело, что в регби ваша задача изначально это быстро подобрать мяч, потому что законтрить хоппер с взятым мячом довольно-таки тяжело, да, то есть, там уже, если у вас только есть какие-то овердрайвы и еще что-то, но без овердрайвов это сделать крайне-крайне тяжело, поэтому как-то так, друзья, не знаю, что можно было бы здесь добавить, я и так уже набазарил свыше 20 минут, но мне, честно говоря, очень сильно хотелось записать видеоролик, очень сильно хотелось рассказать все свои мысли по этому поводу, если вам понравился данный видеоролик, то поддержите его лайком, мне будет очень приятно увидеть какое-то определенное количество лайкозавров под этим видосом, ну и моя вам просьба, напишите вообще, что вы сами думаете по этому корпусу, покатали вы на нем, не покатали, думаете покупать его, не покупать, если у вас какие-то еще определенные вопросы есть, то пишите в комментариях, пишите все, что вы думаете по этому корпусу, по этому видеоролику, мне будет очень интересно почитать, поотвечать, возможно, на те же вопросы, которые у вас будут. У меня, друзья, на этом все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока.